В Муравленко состоялись выборы губернатора Тюменской области. В единый день голосования в городе работали 11 избирательных участков. Ямал показал самую высокую явку в Тюменской матрёшке. Участки посетили свыше 67% избирателей. Выборы губернатора Тюменской области начались с исполнения гимна России. Он звучал во время открытия на всех 11 избирательных участках города. В этом году 404-й участок открыл двери для избирателей в музее. Организаторы сделали всё необходимое, чтобы голосование прошло в рамках закона с соблюдением принципов открытости, гласности и прозрачности. С самого утра здесь многолюдно в числе избирателей глава города Елена Молдаван. Наш город, он исторически связан с Тюменской областью, потому что Виктор Иванович Муравленко, он возглавлял глав Тюмень-ГАЗ. Поэтому, безусловно, мы переживаем за судьбу в целом, за судьбу Ямала, за судьбу Тюменской области. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы всё было хорошо. Процедура голосования занимает несколько минут. Каждому избирателю вручают один бюллетень, в котором указаны четыре фамилии. Необходимо поставить одну отметку. Отдавая свои голоса за кандидатов, жители возлагают свои надежды. «Всегда на выборы хожу с праздничным настроением». «А чего ждёте?» «Ну, а что ждём? Ждём стабильности, хотя она у нас и так есть. В нашем регионе Тюменская область и Ямала всегда стабильность. Всё строится, дороги. Для детей очень многое делается». «Смотрю в хорошее будущее. Надеюсь только на лучшее. И уверена, что у нас всё будет хорошо». «Настроение у нас хорошее, бодрое. Ждём перемен к лучшему. Пошли с ребёнком на выборы». «Жители активно голосуют. Приходят с семьями, с детками голосуют. Никаких жалоб, нареканий нету. У нас находятся наблюдатели от кандидатов, от общественной палаты». На участке в спорткомплексе «Муравленко» юных посетителей встречает мамонтёнок. Будущие избиратели не остаются без внимания и шаров. «Семьё всегда это делает веселее. Во-вторых, мы ждём всегда каких-то улучшений». «Активно идёт молодёжь, приходят с детьми. Есть такие ребята, которые голосуют впервые. Мы для них приготовили сувенирную продукцию. Есть ребята, у кого в этот день день рождения. Мы тоже их поздравляем с таким событием». В пятой школе работают сразу два избирательных участка. В помещениях присутствуют волонтёры, помогают всем, кому это необходимо. За процессом голосования на всех 11 участках следят общественные наблюдатели. «Уважаемые присутствующие, через третий минут состоится выезд членов комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования». К тем, кто по уважительным причинам не смог прийти на участок, члены комиссии приезжают домой и в больницу. Важно, чтобы свой голос на выборах отдал каждый избиратель, в том числе и те, кто в день выборов находится на рабочем месте. «На выборы я хожу всегда. Это очень важно – оказать долг нашей Родине, проголосовать за наше будущее страны». На избирательных участках с нетерпением ждут и тех, кто голосует впервые. Поздравления и подарки достаются каждому. Такой радушный приём у молодых избирателей оставляет только положительные эмоции от выборов. «Когда выбираешь губернатора, надо учитывать всё, какую пользу он будет приносить. Меня поприветствовали на участке, было очень приятно. Подарили подарок, в честь того, что я первый раз голосую». Для многих единый день голосования – это важный и ответственный день. «Как говорится, ваш голос учитывается в общем голосе». «Для нашего региона всё зависит от Тюмени, как никак это наша столица. И мы будем голосовать за наших претендентов». «На выборы всегда ходим, да. Это важно – прийти голосовать, отдать свой голос, за кого вы хотите, за кого считаете нужным». «Ну как не прийти? Это бессовестно будет, я так считаю. И раз мы здесь живём, мы должны участвовать во всех делах нашего города». Ровно в 20 часов каждый избирательный участок закрыл свои двери и начался ответственный этап – подсчёт голосов. Помещения для голосования под охраной сотрудников полиции. На протяжении всей процедуры стражи порядка обеспечивали безопасные условия работы избирательной комиссии. В итоге автономный округ показал самую высокую явку в тюменской матрёшке. Свои голоса отдали 67%. На Ямале лидером на выборах стал действующий губернатор Тюменской области Александр Мор. Алена Гафарова, Инна Борисова, Андрей Нагибин и Виталий Сидняев. Новости Муравленко.